Значит, балуйся с францарфингом, быстрые заказы. Вот это дерево, я сейчас не мерила, чтобы на него села птичка. Камера может писать только 8 минут, поэтому надо постараться. По поводу трансарфинга я вот для себя вновь открыл вчера буквально. Совсем практически согласен. Крайне разве что я считаю, что маятники это вовсе не нечто снаружи, а всего лишь и избыточная важность внутри самого сознания. Птички тут поблизости летают, они видимо меня любят, но на дерево пока никто не сел. Значит об ошибках. Тут моё состояние было немножечко неровное, я, можно сказать, волновался по поводу того, что решился снять этот материал. И, ну, по моему голосу было, наверное, заметно, что я начал играть в это всё дело. И это несмотря на то, что вчера и сегодня у меня уже достаточно много успешно выполненных быстрых заказов. Мне больше всего понравился быстрый заказ. Я заказал, чтобы приехала восемнадцатая маршрутка, и у неё сел ровно один человек. Никто больше не выходил, никто больше не заходил. В общем, даже Пол указал, что это будет мужчина. Конечно, пришлось ждать эту маршрутку достаточно долго, но случилось именно так. Маршрутка приехала, один мужчина сел. Проблема в том, что каждый раз, когда появляется что-то, что имеет важность, в том числе верование во что-то, сомнения, можно представить поле, ткань, которая постоянно движется. А эти важности, как гвозди, которые прибивают эту ткань к поверхности стола, это мешает двигаться полю и создаёт с одной стороны напряжение, сдавливание, с другой стороны напряжение, растягивание. Ну, самые крайние случаи, это когда поле начинает рваться, или когда вышибают эти блоки, гвозди выдергивают. Те самые стрессы и те самые резкие смены верования, обломы. Просветление – это когда все эти гвозди выдергиваются. Причём чаще всего просветление бывает именно от очень сильного напряжения. Здесь у меня было то самое напряжение. Оно мне мешало спокойно визуализировать, как птичка садится на веточку. И... Ну, в общем, меня дёргало. В этом как раз и заключается пробуждение. Я уже сказал, просветление удергивания этих всех гвоздей. Проблема в том, что люди спят наяву, собственно, то же самое, что и сон во сне. Пробуждение наяву – то же самое, что и пробуждение во сне. Это осознание, что все вот эти правила, игры, все верования, они именно формируют мир, а не наоборот. Так же, как и во сне – достаточно осознать себя спящим, чтобы начать творить свой мир так, как угодно. То же самое и в реальности – достаточно осознать себя спящим в реальности, и можно менять мир. Заигранность – это когда человек настолько сильно верит в свои верования, в свои правила, в те, которые он думает о мире, что он перестаёт видеть сам мир, который пластичен. Он живёт только правилами, только своими мыслями о мире. Этот человек спит. Когда возникает пространство между мыслями, между верованиями, возникает пробуждение. Ну, это на птичку. Важное состояние. Заказ номер два. Мамаша с коляской. Ждём. Важное состояние. Заказ номер два. На этот раз я был достаточно спокоен. Вообще практически не парялся. И делал всё, в принципе, как и положено, спокойно. И без всяких ожиданий. В визуализации здесь у меня была мамаша с коляской. Она выходила справа из-за кадра, из-за спины, из-за моей. И она была одна, и она была в красной куртке. Вы позже увидите, насколько соответствовало то, что мир реализовал от моей визуализации. Визуализации майя. О Randy. Обучить меня. О! О, отца! Островugi. Ну цвет я думал красный будет. Вполне, вполне подходит. В общем все это работает по той простой причине, что внешний мир, он ничего не плотный. Внешний мир всего лишь отражение внутреннего мира. Единственное что мешает менять его так как хочется это верование в то, что поменять его нельзя, что он жесткий. Стоит развеять свое мнение о мире как о жестком и принять, что он всего лишь отражение тех мыслей, тех верований, которые существуют вам, у человека, у меня. Мир начинает становиться податливым, гибким, мягким. И начинает исполнять желания. Самое главное это состояние. И дело в том, что каждый раз, когда вы действительно начинаете эмоционально хотеть чего-то осуществить, вы создаете напряжение, те самые маятники, равновесные силы и тому подобное. Нужно действовать спокойно, расслабленно, так как вы думаете, что вам на самом деле это сильно интересно. Именно такое мягкое намерение не осуществляется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok